сегодня нас гостях андрей гордосевич это еще один из участников второй части венской выставки из айс эффект которая проходит в галерее лейка в вене и в австрии андрюха привет привет не будем скрывать с тобой что мы знакомы давно немного и хорошо я много лет за тобой слежу собственно говоря как мы все друг за другом когда ты понял что фотографии является для тебя каким-то непреодолимым желанием брать камеру и куда-то идти ехать объездил ты не знаю полмира у меня на самом деле все началось с литературы литература началась еще до работы то есть на самом деле я начал писать какие-то свои тексты еще когда мне было примерно 16 и активно писал их ну наверное лет до плюс-минус двадцати пяти двадцати шести в определенный момент я понял что почему-то я хочу к этим текстом что-то добавить какой-то визуальный элемент я попытался что-то рисовать по фотографиям то есть я брал фотографии например это были фотографии нашей собаки и эта книжка вышла с моими иллюстрациями как-то мне было понятно что все-таки рисовать я не хочу но почему-то я хотел добавить какой-то визуальный элемент к словам я подумал но есть фотоаппарат и можно попробовать создавать картинки не с помощью руки а с помощью фотоаппарата и это пока длится и я на самом деле очень счастлив потому что мне это помогает во всех смыслах и чем дальше тем больше потому что мир на самом деле становится все более визуальным а вот скажи я очень давно знаю твои работы мне кажется первое что я видел это была куба ты я помню как дирал буковки андрей гордосевич чтобы приклеить значит свое имя и фамилию вот напряг я тебе ничего я верну должок и что я хочу сказать что все твои работы проекты не знаю как ты их называешь в том числе и книги они совершенно не похожи одна на другую ты все еще ищешь себя очень классный вопрос а я на самом деле никогда не ориентировался на фотографов в том что я сам делаю я ориентировался на музыкантов вот у меня есть прекрасный джазовый друг алекс ростоцкий но как ему удается вот каждый альбом и он абсолютно другой не похожи на другие я вот сегодня точно также занимаюсь уличной черно-белой фотографии как я занимался там в начале двухтысячных годов но вместе с тем мне интересно и что-то другое мне важно переключаться и нужно понимать что на самом деле что такое фотографии такой технический момент почему музыкант в одном случае выступает составе трио а в другом случае он может пригласить оркестр и выступать с ним это совершенно разное звучание совершенно разные истории совершенно разные восприятия этой музыки скажи участвовали передам или же две книжки до 2 2 твоих последних наверное произведения это сангар свеженький садка которую ты представляешь в вене и истории из русской лапландии тоже две совершенно не похожих друг на друга книжки и опять же это чб этот свет как ты выбираешь между цветом и чб это вообще интересно потому что наверное честно я тоже ответить не могу не то что честно я просто не знаю правды мне кажется не я выбираю мне кажется что просто вот у меня есть какое-то ощущение что это так для меня на самом деле чб это прежде всего структура и фактуры а цвет это прежде всего эмоции андрея если кто-то из современных или может быть фотографов которые работали на этой ниве 20-30-50 лет назад те люди которые тебя вдохновляют которым хочется подражать которым хочется соответствовать или какие-то невероятные величины которых например у меня руки опускаются порой я вижу какую-то великую фотографии и конечно никогда не сделаю ничего подобного и больше делать какое-то время ничего не хочется у меня обычно не бывает так что я вижу какую-то великую фотографии ничего не хочется мне все равно хочется сделать что-то свое потому что я может быть утопична но рассуждают следующим образом человек вот где-то находится и ему вот раз и выдается какой-то подарок ему персонифицирован случайно поэтому вопрос не в величии фотографии которые ты создаешь вопрос твоем интересе к тому что ты делаешь вот андрей вене ты представляешь свой новый я так понимаю один из последних одну из последних историй который называется садка расскажи почему садка и что это за история садка это город в челябинской области я на самом деле попал туда случайно случайно а потому что я показывал там выставку как раз быстрое золото и поскольку выставку мы делали как раз группой магнезит и это как раз градообразующие предприятия и у коллег из магнезита есть прекрасная галерея и они готовы были меня поводить показать рассказать и так далее я решил что я захвачу вот там недельку и останусь в городе потому что мне действительно стало очень интересно вот и я вообще ни капельки не пожалел я очень много просто гулял по городу сам разговаривал с людьми встречался что-то такое происходило делал портреты меня совершенно вот ты мне сейчас поймешь что меня накрыло полностью я родился в 74 году я помню как я ходил в 80-е годы в школу я помню как меня вот постоянно как-то бередило что когда я пошел в школу в эти 10 году у меня забор был вокруг школы вот такую потом он стал вот таким и из металла из таких прутьев а после этого и вот то что сейчас это просто 4 метровый монстр я к чему это говорю что я попадаю в этот город я вижу ты будешь смеяться надо мной сейчас забор из моего детства мой школьный забор стоит и и вот это ощущение города меня совершенно потрясло вот эти люди которые до сих пор сегодня могут так позволить от гулять себе они никого не боятся это закрытый такой гор там нету никого чужого ты можешь с ними разговаривать они абсолютно открыты фантастика правильно ли я понимаю что ты как бы не вынашиваешь своих проектов не придумываешь их не ищешь их они каким-то мистическим образом приходит к тебе случайный ты такой опа она совершенно по-разному гриш вот когда мы снимали с нильсом быстрое золото я прочел 700 с лишним страниц истории государства инков мы полгода копали вот разные ходы в джунглях чтобы понять какой из этих золотых донов готов будет нас принять то есть это был проект который требовал большой подготовки но не все истории такие скажи андрея в какой момент ты понимаешь что история или отдельная фотография получилась в процессе этой работы или же уже потом когда ты возвращаешься домой проявляешь пленки или редактируешь фотографии являешься если мы говорим про отдельную фотографию то часто ты понимаешь что вот здесь она есть то есть я хочу сказать что ты делаешь гораздо больше фотографий чем могут быть хорошими да ты думаешь любопытно но раз может быть нет а иногда ты понимаешь что здесь просто вот есть возможность задержаться и сделать несколько попыток ты делаешь ты понимаешь что мне кажется что вот это было удачно отлично все можно идти дальше вот в отношении истории все сложнее и должна история базироваться на каких-то ударных картинках но есть какие-то мостики которые может быть менее 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 сочные менее фактурные менее говорящих то есть не каждая фотография в истории должна быть гениальной она может быть некоторым смысле проходной но она необходимо чтобы показать историю целиком а если какие-то критерии которые можно объяснить озвучить какая фотография может считаться получившийся для меня очень важно чтобы там было что-то что меня удовлетворяет эстетически я в этом смысле хочу привести вот какой пример а вот ты же помнишь работы них то что он снимал как правило это страшнейшие вещи но когда ты смотришь на них да ты понимаешь что это качество просто какое-то и они поэтому работают и поэтому они вот просто выступает из ряда вон в любых условиях если в тебе есть какой-то эстетический или эстетский цензор то он работает а вот сегодня в 21 веке когда количество изображений в день мне кажется превысило все изображения сняты до этого дня вот до изображений много но я не убежден в том что прямо вот потрясающих изображений стало намного больше мне кажется что стало проще научиться делать качественную картинку благодаря цифровым технологиям благодаря тому что тебе гораздо легче обеспечить так называемую насмотренность и это в принципе приводит к тому что средний уровень именно средний уровень становится выше то есть люди учатся разговаривать картинками вот я приехал из отпуска тоже не хочешь слушать просто так вот что называется на сухую как я там купался ну давай показывай фотографии а где жена а где и тогда замечательный философ плюсар это предсказал восьмидесятые годы в 1980 годы он писал о том что люди от линейного восприятия которые по сути обусловлено почерком переходят к плоскостному который по сути является проекте картинки он об этом говорил до того как вы начали смотреть на инстаграм на фейсбук я думаю что люди привыкли говорить картинками это просто это более образно это более понятно но картинка с другой стороны она в каком-то в какой-то смысл начинает обесцениваться на самом деле интересно представить себе как будет выглядеть выставка не знаю в тридцать пятом году например человеку важно не картинка отдельно не музыка отдельно не слова отдельно человеку важно переживание и вот то что ты пытаешься сделать с помощью мультимедиа это и есть этот опыт это переживание но здесь есть очень важный момент все картинки разные если ты делаешь картинку в составе музыки изображения инсталляции видеоряда текстов и какого-то вот такого мультимедийного экспириенса это приводит к тому что роль относительная роль картинки в этом всем спектакле она как бы становится более скромной вот что происходит на самом деле ты начинаешь создавать что-то что требует просто разных ролей разных участников процесса и изображение становится просто одним из участников процесса можно сказать что в этом плане она теряет свою значимость но можно посмотреть на это по-другому сказать ребята я какая разница кто фотограф оператор видеограф я вот например вижу себя рассказчиком что мне нужно для рассказа иногда мне нужно вот масса каких-то вещей а иногда я просто хочу сделать картинку вот хорошего чтобы повесить человек раз и погрузился туда скажем а вот насколько с твоей точки зрения нужно следить не знаю за настроением общества за какими-то современными трендами с одной стороны конечно здорово когда ты ориентируешься знаешь тренды и с другой стороны если тебе интересно что-то и ты видишь себя вот в этом рассказе определенным образом на мой взгляд не надо от этого отступаться ты никому ничего не должен вот ты хочешь эту историю рассказать так расскажи здорово когда ты узнаешь какой-то тренд и он тебя захватывает и ты понимаешь что с помощью вот этого инструмента ты можешь сделать что-то что ты еще никогда не делали ты как раз сейчас хочешь это сделать вот простой пример я всегда был фанатом книг да и в определенный момент я задал себе вопрос андрей но ведь есть другие инструменты вот смотри онлайн ты можешь помимо того что ты рассказываешь бумажной форме ты можешь туда добавить музыку локальную например из того же перу ты можешь добавить видео и самое интересное что ты потом прикручиваешь три-четыре языка к этому сайту и я просто смотрю по метрике люди просто заходят со всего мира и ты понимаешь что просто там на этом сайте у тебя десятки тысяч посещений вот люди приходят им интересно а книга печатается тиражом 500 экземпляров а насколько важно вот это материальное свидетельство есть такая теория что наше поколение наше время оставляет крайне мало материальных свидетельствует существования мы даже на скалах ничего не бьем потому что не разрешается и все уже и баллончиками маша плюс видите мы не пишем то есть не все в цифре все в облаке вот гриша ты родился в другое время а сейчас гораздо более актуальный вопрос для современного человека это не возможность оставить след а возможность не оставить следов тот самое вот right to be forgotten да право быть забытым прости но это же какая-то не знаю вообще какой-то переворот то есть мы такая специальная новая цивилизация которой главная наша задача не оставить никаких следов вообще не наследить на самом деле я не говорю что это наша главная задача я говорю что это для многих такой серьезный вопрос вопрос нужно ли оставлять следы я хочу спросить вот еще что я знаю что снимаешь многими системами многими камерами но в том числе в твоем арсенале есть лейка однажды со мной произошла потрясающая история я хотел что-то компактное вот легкое и подходящее для того чтобы бегать по улице и снимать беззащитных людей я приехал к саше белькову фото на кутузовске и начал с ним разговаривать саш на вот все таки вот лейка такая дорогая а вот что мне делать тут у меня сейчас контакт и так далее вот может быть рассмотреть то может рассмотреть все и он не сказал так молодой человек вы дальномерщик а если вы дальномерщик значит вы маньяк и рано или поздно вы кончите лейкой и просто купил м6 которые до сих пор у меня есть и до сих пор и снимаю и до сих пор она работает а что у тебя сейчас в арсенале я снимаю и вот например ту же самую садку я снимал лейкой монохром меня раздражали цветные пленки и цветное такое вот непонятное рыхлое зерно особенно в тенях ты меня не когда наешь а я вот так думаю но цифра жужжить 2014 год и я начал погружаться в цифровую в цифровую эстетику и таким образом я дошел того что вдруг я понял что ага есть вот лейк монохром там как в пленке на только матрица черно-белая то есть если дальномерщик это маньяк то лейка монохром это для маньяков из маньяков да 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 понимаю если что то над чем ты сейчас работаешь и что нам следует ожидать от тебя в недалеком будущем вот только что я закончил работу над книгой рассказы из русской лапландии почему я выбрал кольский полуостров я был в командировках на кольском несколько раз и меня как-то вот совершенно очаровала это место там какая-то особая совершенно энергетика разные моря разные занятия у людей там есть что-то супер промышленное и есть супер укромная и вот именно об этом мне хотелось рассказать в этой книге я встречался с людьми и каждый из этих людей мне что-то рассказывал что-то новое и что-то чего я в общем на самом деле никогда не знал не слышал и все это вошло в книгу то есть не только визуальный ряд но и история этих людей это на самом деле тоже был не очень простой проект из точки зрения температуры с точки зрения съемки в условиях когда у тебя 50 оттенков снега да но кстати мне понравилось то что мы получили вот и я надеюсь что через какое-то время мы сможем чуть подробнее рассказать про эту работу и про эту книгу скажи насколько тебе кажется сегодня фотограф это такая работа команды или это по-прежнему волк-одиночка мне кажется что это в идеале волк-одиночка с командой это был андрей гордосевич спасибо андрюше тебе большое вторая часть русской экспозиции галереи рейка вена из тайс эффект приходите кто будет вене или найдите интервью с андреем и другими участниками спасибо спасибо спасибо